24 марта в зале заседаний районной администрации прошла сессия Совета муниципального образования Северский район. На встрече присутствовали глава района Андрей Дорошевский и его заместители, прокурор Денис Жуков, начальники управления и главы поселений. С отчетом по борьбе с преступностью и охране общественного порядка в Северском районе выступил заместитель начальника отдела МВД Василий Беренский. Расследованы направлены в суд 571 уголовного дела, в том числе 101 из категории тяжких и особо тяжких преступлений. Общая раскрываемость преступлений составила 71,55%. По тяжким и особо тяжким составом 51,27%. Народные избранники рассмотрели вопросы о бюджете района, утверждении положения об управлении по вопросам семьи и детства, выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества и награждении почетными грамотами работников Северской ЦРБ по случаю ее столетия. Депутатам представили новых заместителей главы района. Должность начальника имущественных отношений занял Максим Бондарев. Вопросами внутренней политики будет заниматься Андрей Бурцев. До 2016 года работал в коммерческих структурах, которые занимались строительством, проектированием и всем, что связано со строительством. После 2016 года работал в автономной некоммерческой организации Центр судебных строительно-технических экспертиз, которая занималась также проектированием и сопровождением судебных всех дел, участием в исследовании по строительству. Какое-то время работал в Дневском районе, сейчас решил попробовать себя здесь, в вашем районе. Курирует вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства наш земляк Виталий Веденеев. Он родился в станице Северска и имеет большой управленческий опыт. Депутаты задали заместителю главы много вопросов. В основном они касались темы работы мусороуборочной компании. Виталий Веденеев дал на них объемные исчерпывающие ответы. В плане замечаний по мусороуборочной компании они принимаются. Мы получаем большое количество обращений граждан именно по тем замечаниям, которые были высказаны вами. Работаем с мусороуборочной компанией. Там огромное количество проблем и они и нам идут навстречу. И мы, конечно, стараемся их заставлять, просить, чтобы вот таких замечаний, которые от вас позвучали, у них было как можно меньше.